Приветствую вас. Для начала давайте обстелимся с тем, вот вы задаёте вопрос, да? Я не понимаю, как себя вести, Виктория, как себя вести в этой ситуации, чтобы что получить в итоге? То есть, как бы люди, они отреагировали на вас, да? У людей есть мнение, есть воспитанные люди, которые, так сказать, скучкуются, да? Которые имеют против вас что-то. Хорошо. Что вы хотите? Поменять этих людей? Доказать, что они не правы? Может быть, что-то ещё вы хотите? То есть, вот давайте определимся для начала с тем, что, значит, как себя вести, чтобы что? Должна быть цель какая-то, да? Это первое. Второе. Стоит ли до коллектива доносить информацию о том, что меня оговорили и вообще эти мамы совершают мерзкие поступки? Значит, стоит ли доносить до коллектива информацию о том, что меня оговорили? Опять же, чтобы что? То есть, если вы хотите, чтобы этих мам осудили, например, ну, допустим, чтобы их осудили, это одно. Если вы хотите свои какие-то проблемы решить, если вы хотите оправдать себя, да? Очистить, допустим, своё имя, ну, как вы думаете? Это толку. Это разные вещи. Нужна цель. У любого поведения есть цель. Без цели ваше поведение, оно будет хаотичным, оно ни к чему не приведёт. Именно без цели. Поймите этот момент, пожалуйста. Это важно. Дальше. У меня открытый конфликт. Пишите вы с одной мамой в крючке, который посещает моя дочь. Эта мама не совсем воспитанный человек, можно так сказать, который имеет трёх подружек, мало об этом же коллективе. И всех остальных участников они направят на свою волну, рассказывая про меня неправду. Скажите, пожалуйста, которые, для чего им это делать? Зачем? Зачем им это нужно делать? Это первое. То есть какую цель представляют они? Рассказывают о вас неправду. Почему они выбрали именно вас в качестве объекта такого рода сплетен? Дальше. Например, якобы я пожаловал моего тренера, и что они от меня вымогают деньги на подарок. На самом деле разговор с тренером был, но о том, что я не хочу дарить подарок за плохое выступление моему ребёнку. Так считаю, так как считаю, что это в корне неверная стимуляция ребёнка. А разве не важнее здесь самоучастие? Почему вы поощряете ребёнка за результат, а не за действие? Почему вы поощряете ребёнка за результат, а не за процесс? Это в корне неверная стимуляция. Нужно поощрять процесс, нужно поощрять старание. Если вы видите, что ваш ребёнок не старается выступать, это одно дело. В этом случае, да, я с вами согласен. Стимулировать его не нужно, если вы видите, что он старался. Но если вы видите, что ребёнок старался, если вы видите, что он хотел, если вы видите, что у него было, ну, было, что у него было желание. Но он просто вот в силу, так сказать, ряда причин не смог этого сделать, не смог сделать того, что от него, ну, было нужно. Что это не повод его не стимулировать. То есть, правильно-неправильно здесь немножко неверный, на мой взгляд, ну, подтекст. Здесь немного неверный подход вообще у вас. То есть, я говорю именно про ориентир ваш. Дальше. Я прошу, чтобы подарки вручались после нашего ухода домой. Но, опять же, здесь вы ребёнка как бы вообще, как бы не спрашиваете, а чего хочет он? Вот. Что ребёнку-то, собственно, нужно? Почему вы здесь за него решаете? Может он, может быть, он, наоборот, хотел бы остаться? Может быть, ребёнку, наоборот, важно видеть, как вручают подарки другим, чтобы в следующий раз делать что-то самостоятельно. То есть, как бы, ваша позиция вызывает на самом деле вопрос. Ваша позиция вызывает вопрос. Дальше. Тренер не хочет вмешиваться вообще ни в каком виде, а должен, как вы считаете. При этом, когда я всё же сдала деньги на два подарка, так как у меня двое детей, подарок отдали один, а деньги на второй так не вернули. Я не очень понимаю, зачем вы всё-таки сдали деньги на подарок, если вы придерживаетесь такой позиции. То есть, получается, что вы... Что? Получается, что вы в своей позиции не уверены были? Или как? То есть, вот, ну, опять же, я просто хочу, чтобы вы как-то, ну, сформулировали свою позицию. Я просто хочу, чтобы вы как-то вот, ну, донесли до нас эту позицию, что она, если вся эта позиция, эта, собственно, представляет. То есть, вот вы сказали, что я считаю, что неправильно. Хорошо. Вы считаете, что неправильно? Ну, наверное, в таком случае не нужно сдавать подарки, давать деньги на подарки, если это ваша позиция. Вот. Но вы почему-то всё равно деньги сдали. Вот. То, что происходит дальше, то, что происходит дальше, ну, так же, я бы сказал, непонятно, потому что, что значит, не вернули. Да. То есть, значит, не вернули. Если это административное правонарушение, правонарушение, если вам, если вам должны вернуть, если вам должны вернуть, допустим, деньги, если это, ну, предполагается возврат, то, что значит, не вернули. То есть, здесь вам, опять же, если вы хотите, если вы хотите отстаивать свои права, скажем так, да, если вы хотите отстаивать своё право, то, на мой взгляд, нужно, ну, продолжать это делать, то есть, продолжать отстаивать своё право, а как по-другому, как по-другому сделать. Вот. То есть, здесь, на мой взгляд, у вас здесь, ну, наблюдается такой определённый, скажем так, раздрай. В, ну, в позиции вашей. Дальше. Так. Об этом коллективу, конечно, неизвестно, но они уже, но они уже так настроены против меня, что я не понимаю, как собоюствие А, и из-за чего коллектив настроен против вас? То есть, как бы, вот кто-то распространяет, к примеру, ну, кто-то распространяет неправду, да, а вас? Кто-то распространяет о вас ложные сведения, да, допустим, что вы делаете для того, чтобы эти сведения, ну, как бы, доказать их неправоту, да? Вот. То есть, как вы на это реагируете? Вас это как-то задевает, вас это как-то цепляет, вас это как-то, я не знаю, напрягает, может быть, да? Или вот как, что происходит, это по сути дела. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вам вот этот момент нужно поисследовать обязательно. Ну, вот, потому что это важная история, это важный, очень важный контекст проблемы, скажем так. Дальше. Так, эти мамы совершают мерзкие поступки. А какие еще мерзкие поступки они совершают? Ну, то есть, вот, помимо, да, вот, помимо, помимо того, что вы перечислили. Какие еще поступки? Я понимаю, что скандал начался, ну, скорее всего, раньше еще, вот. Скандал начался раньше еще, я понимаю, и я понимаю, что, вероятно, начало, начало конфликта, да, оно где-то, в другом месте, то есть, начало конфликта кроется где-то в другом, в другой ситуации, в другой истории, не в той, которую вы описываете, вот. Как правило, где-то у вас возникло недопонимание, ну, с людьми, да, где-то у вас возникло, ну, вот, просто недопонимание, то есть, вы не поняли, там, вас не поняли, ну, вот. И нам, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, самым лучшим решением, которое вы можете здесь принять, да, это постараться объяснить всем, всем, если для вас это важно, объяснить всем свою позицию. Вот просто взять и искренне всем объяснить то, что происходит, что с вами происходит, например, и так далее, и так далее. Вот это, на мой взгляд, очень важная история, очень важный момент, вот. Потому что так вот в противном случае вы будете, ну, так можно просто бесконечно долго, ну, конфликтоваться, да, бесконечно долго. Сил на это уйдет, огромное количество сил на это уйдет, и в итоге ничего не будет, и вы себя будете чувствовать по сути, по сути обустощённой, вот. Кроме того, это влияет на ребёнка тоже, потому что родители что-то говорят ребёнку, ну, своим детям они что-то говорят, вот. А потом, соответственно, могут передать это вашему ребёнку, из-за чего у вашего ребёнка уже может возникнуть какая-то проблема. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно предельно аккуратно, вот, к ситуации этой подходить, вот, и не торопиться, не принимать таких спонтанных решений, да, а стараться максимально взвешенно себя вести. Вот. Ага, я хочу, чтобы вы понимали, что я вас ни в коем случае ни в чём не обвиняю, я хочу, чтобы вы это понимали, я хочу, чтобы вы понимали, что я не стремлюсь вас как-то унизить за дети и так далее. Я просто хочу, чтобы вы взглянули на ситуацию, ну, на самом деле, немножко со стороны, например, ребёнка, да, вот. Как бы, допустим, какая цель у всего этого, у всего того, что вы делаете, какая цель? То есть, ради кого вы это всё делаете, вот, то, что вы делаете, вы это делаете ради, там, допустим, ради своего ребёнка, вы это делаете ради себя, вы это делаете ради чего? Какая цель? Понимаете? То есть, в конце концов, это же всё делается вроде как ради дочери. Но у меня возникло ощущение такое, что вы это делаете в том числе и ради себя. И нет ничего плохого в том, может быть, чтобы сделать это ради себя, но не нужно это делать в ущерб дочери. А в данном случае ситуация, к сожалению, такая, что вашей дочери это очень сильно вредит. Вот. Понимаете, какая штука Виктория? Поэтому то, что я вас прошу, это только более взвешенно принимать решение. Вот. И если вас что-то задевает, если вас что-то напрягает, если вам что-то не нравится, то лучше откровенно, открыто разговаривать с людьми об этом, потому что вы взрослые люди и вам нужно решать, ну, вам нужно решать проблемы ваши вот так, таким образом. А то, что делаете вы, это, знаете, какая-то борьба и так далее. То есть у вас, как бы, нет цели, то есть у вас не сформирована цель. Вот. Опять же, я вас не обвиняю, не хочу, не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. Вот. Но, как бы, без цели, да, без цели, что-то сделать будет очень проблематично, потому что, ну, ваше поведение, оно будет таким хаотическим, я бы сказал. Вот. Ну, вот, в принципе, наверное, то, что я хотел вам сказать. Наверное, на этом можно закончить мой ответ, получилось достаточно много. Вот. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать, конечно, мне их в личку. Я буду, я с радостью вам помогу, я с радостью буду рад вам помочь, если вы, ну, если вы захотите, если вы примите помощь нашу. Вот. А если вам понравился мой ответ, я буду рад, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.